Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса! Христос воскрес! Воистину воскрес! Пусть вас Бог благословит в этот праздник Пасхи. Это библейский праздник, и это означает, из еврейского слова Песах, это прохождение мимо. Это когда смерть проходит мимо, но она проходит в том случае мимо, там, где есть кровь Агнца. И знаете, кровь настоящего Агнца теперь на нас, и поэтому смерть проходит мимо нас. Иисус – это настоящий Агнец. Тот Агнец, которого использовали евреи, это был прообраз Иисуса Христа. Халилюя! Слава Господу! Знаете, тема пасхальная, но я хотел бы перед проповедью сказать некоторые такие вещи, просто как, знаете, как такое пожелание на сердце есть. В последнее время мы видим, как резко меняется мир, вообще полярность меняется, вообще какие-то новые вещи приходят. Знаете, все равно, что мы с лошадей слезаем и садимся в машины. Знаете, такое вот какое-то современное время приходит, и оно тяжелое также время для этого мира, для всего. Вот. И знаете, сейчас мы знаем, что в ближайшее время на арену выйдет Антихрист, и он уже при дверях. И вы знаете, в это же самое время перед этим придет Иисус, и восхитит свою церковь, заберет свою церковь. И знаете, что такая крайность произошла, что мы видим, что мир все подготавливает для того, чтобы пришел этот человек греха, человек погибели. Это человек, который будет наполнен чистым дьяволом. Такого еще на земле не было. В нем будет сатана, и это Антихрист. И вы знаете, что он не может просто так прийти. Ему должны готовить путь. И вы знаете, что мы, как верующие, делаем ошибку. Мы начинаем готовить ему путь. Как? Мы смотрим эти ролики, мы распространяем их. Вот, шестерки, чипы. Все понятно. Посмотри их, но не рекламируй. Не будь рекламным агентом. Я вот просто хочу от души ко всем верующим обратиться. Будьте рекламными агентами Иисуса Христа. Мы все-таки в Него верим больше. Придет Антихрист, не переживайте, это уже в Библии прописано. И будут ставить чипы, и отнимут у вас деньги. Деньги. Ой, не трогайте, пожалуйста, эту тему. Нет, мы ее тронем. Мы тронем, потому что от денег зависит вся наша жизнь. Ведь мы же так живем. Забери у тебя деньги и посмотрим, кто ты. Как ты будешь себя вести, как ты будешь жить, как ты будешь действовать. Послушайте, все это надвигается на эту землю. Все это. Нет, от тебя деньги не отберут. Они у тебя будут на счету. Просто тебе скажут, что наличность вышла. Сейчас мы вживим тебе чип. И тогда ты пользуешься своими деньгами. Это твои деньги. Но ведь ты же верующий, ты же не захочешь этот чип, поэтому ты попрощаешься с своими деньгами. Ты будешь на перепуте, на распуте выбрать или оставить, или потерять и так далее. Вот у меня такая просьба великая. Дорогие друзья, братья и сестры, рассылайте ролики с восхищением церкви, где говорится благая весть, которая вдохновляет, трогает нас, она утешает нас. И так страшилок много. И так пугалок много. Кто нас обрадует? Иисус. Давайте распространять славу Божию. Пусть мир готовит путь антихристу. Они это сделают качественно, не переживайте. Наша цель – готовить путь Иисусу Христу, который уже приходил на эту землю, к нам. Умер за наши грехи. Воскрес для нашего оправдания. Мы в него поверили и теперь ожидаем, когда он придет и восхитит свою церковь. Сегодня придет, завтра, через год, через два. Но он придет точно. Мы не знаем, когда. Мы вот чувствуем уже запах весны. Есть. Как бы весна уже на носу, как говорится. Но не знаем еще, вот когда он точно придет. А для чего? А чтобы всегда быть готовыми. А не так, что мы же хитрые люди. О, он придет через год. Так, я живу как хочу, грешу, там все. Знаю, что через год мне надо будет начать готовиться. Мы же такие. Нет, каждый день будь готов встретить Иисуса Христа. И сегодня, знаете, и сон мне снился, такое восхищение. Это было очень удивительно. Вот. Поэтому я хочу попросить еще раз. Не надо пугать верующих. Говорить, а ты видел, а ты видел, а ты видел вот этот всемирный заговор? Всемирный заговор. Что, нету что ли? Конечно, есть этот заговор. Все сейчас видят. Все, кто не верил, поверили. А у вас почему нету заговора никакого? Верующие. Вы почему ничего не планируете? Вы говорите, они планируют против нас. Они планируют против нас. А ты что планируешь? Спланируй тоже что-то. Божественно. Начни так действовать в жизни, как никогда. Начни так действовать. Активно распространять Божью любовь и свободу людям. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Безусловная любовь». И знаете, главная причина Пасхи – это мы. Богу нечего здесь на земле было делать. Здесь ничего такого красивого или, знаете, такого захватывающего не было. Кроме человека. Вот Бога восхищает человека. Это был его замысел. Это была его мечта. Чтобы всю свою любовь, которую Бог имеет, выплескивать на человека. Любить его. Заботиться о нем. И вы знаете, в Едемском саду, там и так было хорошо. Да еще и Бог делал, когда приходил. Он еще обогащал их лучше. Своей любовью. Они просто ни в чем не знали нужды. Они просто переживали Божью любовь. Но когда пришел грех, вот это разрыв. Они потеряли любовь. И сегодня много людей, они одиноки. Они одиноки. Они страдают. Они думают, что в том, что у меня нет любви. В том, что меня не любят. Знаете, это вина моего брата. Это вина пастора, что он меня не любит, не заботится. Это вина в том. Нет, я вам скажу. Вам ни один человек не даст той любви, которую вы ищете. Кроме Бога. Он именно даст вам эту любовь. И вам нужно встретиться. У него она есть. А вам надо этого искать. И он ищет вас, а вы ищите его. Встретитесь друг с другом. Пересечитесь с ним. И вы поймете, что только он способен на это. Дать вам эту любовь. Господь пришел к нам на землю. Не потому, что мы этого хотели. А потому, что мы нуждались в этом. Объясню. После того, как человек согрешил, в Библии написано, что есть Божий закон. Что возмездие за грех – смерть. Смерть – это не просто человек умер, дышал, дышал, перестал дышать, его положили в гроб и похоронили. Нет. Если бы все так было, тогда это было бы все просто. А все намного сложнее. Что смерть, о которой говорится в Библии, это смерть вторая. Это духовная смерть. Кроме физической смерти, есть духовная смерть. Это вечный разрыв с Богом. Это когда ты не можешь больше претендовать ни на что. Ни на Его любовь, ни на что хорошее, а только на одни мучения. И вы знаете, что? Бог, Он видел, как страдали люди. И первый раз о Пасхе мы видим, когда в Старом Завете Бог говорит, что «Я услышал вопль народа Моего». Им очень плохо. И они приходили после постройки этих пирамид. Они строили эти пирамиды и этому фараону. Они были рабами. Они стали рабами. И они делали то, что они не хотят. Раб делает то, что он не хочет. Слуга, он хотя бы за зарплату работает. Он послужил, он пошел домой. А раб, он не имеет своей воли. Ему говорят, делай это, а он не хочет. И тогда его издеваются над ним. Его наказывают плетью. И говорят, ты пойдешь, и все равно это сделаешь. И они уже оказались несвободными. И вот так жил в угнетении Божий народ 430 лет. И Бог, он слышал эти молитвы. Но они какие-то вначале были жидкими и слабыми. Знаете, как будто человек не очень-то и хочет. Вроде хочет, вроде не хочет. Вроде хочет сначала, потом передумывает. А здесь написано, что Бог находит Моисея и, обращаясь к нему, говорит. Я услышал вопль народа моего. Крик. Вот этот просто уже все без исходности. И он говорит, я иду избавить их. Итак, иди и выведи мой народ из Египта. Бог всегда посылает кого-то. Так же и в нашу жизнь. Бог послал свидетеля, который рассказал нам об Иисусе Христе. Такой Моисей, знаете, тоже он вывел нас. Он с нами молился молитвы покаяния. И мы пришли к Богу. И сегодня мы с Божьим народом. Итак, Бог любит свой народ. Бог любит не просто свой народ. Я не выделяю сегодня народ. Я говорю, что Бог любит абсолютно всех людей. Абсолютно все национальности, все языки, все диалекты. Любого человека, отверженного, неотверженного, всех любит. И за всех умирал. За весь мир. Иоанна 3,16 так и говорит, современный перевод. «Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог послал Сына в мир не за тем, чтобы судить мир, но чтобы спасти мир через Него». Вот для чего пришел Иисус, чтобы спасти мир. Бог послал Иисуса, чтобы через Него спасти мир. И наша ответственность, у нас есть ответственность перед тем, когда мы слышим Евангелие, принять это или отвергнуть. И 18 стих говорит, что верующий в Него не будет судим. Кто же не верит, тот осужден, потому что он не поверил во имя единственного Сына Божьего. Смотрите, верующий в Него не будет судим. То есть, тебе, ты тонешь в море, допустим. Тебе кинули спасательный круг, а тебе кто-то подумал. Тот, кто уже свободен, тот, кто спасен, у него все нормально, и он заботится, ты утопаешь, и тебе кидают спасательный круг, но ты игнорируешь его. Вот поэтому-то Слово Божие говорит, что он уже осужден, он пойдет в ад. А почему? Не схватился за этот спасательный круг. Поверьте, никто не мешает сегодня людям обращаться к Богу и верить в Него. Никто! Почему-то одни хотят, а другие отвергают. И вы знаете, что сейчас, если вы смотрите меня, вы не верите еще в Иисуса Христа. Либо вы верите, но не отдали свою жизнь, вы не приняли Его в свое сердце. Знаете, есть очень много верующих людей, очень хороших, но у них нет доверия Богу. У них вера просто в существование Богу. Свою жизнь они Ему не доверяют. И это не является верой. Вера – это доверие. Вера – это когда ты доверил свою жизнь. Бог возлюбил нас безусловно. Что это значит? Это означает то, что мы не были хорошими. Мы не подходили под Его стандарты, критерии Его святости. Мы вообще никуда не подходили. Мы не могли никак вообще с Богом. Это как вода и масло. Мы не были вообще как бы с Богом. У нас не было точек соприкосновения. Никак. Когда мы потеряли в лице Адама, славу Божию, мы выпали из его присутствия, мы не могли никак вернуться обратно. Никак. Никаким образом. И вот поэтому и говорится, что Он пришел к нам не потому, что мы этого хотели, а потому, что мы нуждались в Нем. Мы даже не знали, что мы нуждались в Нем. Он знал это. Он видел все наперед. Предвидел. И Он создал план. Представьте. До вашего рождения Бог уже позаботился, кто к вам подойдет. Кто помолится с вами. Кто расскажет вам. Он все продумал. Потом дальше у него был план. Кому теперь вы подойдете? Кому вы расскажете? Кого вы приведете в семью Божью? У него есть план. У него есть план размножаться. Он все на земле сделал так, что все размножается. Все деревья, все овощи, фрукты, животные. Все, 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 все размножается. Так же и верующие в Него. Дети Божьи. Они так же должны размножаться. От слова, от Евангелия, от проповеди Евангелия. Я слышу, я верю, я принимаю. Я спасен. Видите? Умножение. Потом я говорю дальше. И другие начинают верить. Послушайте, а что в этом плохого? Что в этом плохого? Я теряю все негативное, приобретаю все позитивное. Что плохого? Это самое великое, самое великое, что только может быть. Радость. Братья и сестры. И те, кто еще... Будущие братья и сестры. Те, кто еще не принял Иисуса Христа. Просто позвольте Ему коснуться вас. Дайте Ему шанс. Дайте Ему шанс. Не пропустите это. Вы говорите, надо все попробовать. Попробуйте это. Попробуйте Иисуса пустить в свое сердце. По-настоящему, осознанно. Я скажу так. Что интересует сегодня Бога? Вот мне Господь это как бы открыл, показал. Что интересует больше всего Бога? Это любовь. Его ничто материально не впечатляет. Даже, знаете, его может впечатлить что-то материальное только в том случае, если это сделано от всего сердца и с любовью. Как та женщина отдала две лепты. Что такое две лепты? Что ты принесла сюда пять центов? Нет. Она это сделала с любовью. Она сделала это вместе с верой. Она сказала, вот я отдаю тебе все, что я имею, а дальше, Господи, я не знаю как. Это ты уж решай. Представьте, когда Господь говорит, эта женщина отдала все, и Он знал, что она это сделала все. Никто не знал, что там подошла, что-то там брусила пошла. Никто ничего не знает, поверьте. Господь сердцевидец видел, что это было сделано с любовью, и Он остановил. И Он сказал, она сделала это с любовью. Видите, любовь. Любовь важна. Очень важно все, что мы делаем в христианстве. Важно мотив. Мотив. Какой мотив? Что мы делаем для Бога? Это мотив. Очень важен мотив. И у Бога к нам был только единственный мотив. У Него другого мотива. Там выгода какая-то преследует. Какие-то цели. У Него нету. У Него одна выгода. Это просто коснуться тебя своей любовью. И Пасха – это выражение Божьей любви. Это выражение. Это приглашение тебе. Потому что ты во святое святых не мог войти. Я скажу больше. Все люди до Христа, все старозаветные верующие, когда умирали, они не шли к Богу. Они шли и попадали в рай. Да, был рад и рай. И там вот богачий, нищий, и этот самый нищий Лазарь говорит, между вами и нами пропасть. Слушайте, они не были. Они были на лоне Авраама. Они не были во святом святых у Бога. Туда никто не мог прийти, даже праведники. Они приносили жертву, заколали агнца. И то недостаточно было. Должна была пролиться кровь Иисуса. И вот когда Иисус умер на кресте, сошел в преисподние места земли и проповедовал им Евангелие. Старозаветным тоже надо было проповедовать Евангелие. Радостную весть. И они поверили только тогда, вот когда содрогнулось, было землетрясение. Написано, что эти скалы расселись. Гробницы многих святых. Они открылись, и они воскресли, и вошли во святой город. В присутствие Бога. Вот насколько важна кровь Иисуса. Вот насколько важна Евангелие. Это весть об Иисусе. Радостная весть об Иисусе. Мы все знаем, что Иисус любил Отца безусловно. Безусловно, это означает, что условий Иисус никогда не ставил. Отец, я пойду, если. Я сделаю, если. Нет. Он знал, насколько сердце Бога, оно тоскует. То есть так можно выразиться по человеку. Бог не мог жить без человека, он любил его и продолжает любить. И я скажу даже больше. Он продолжает любить тех, кто пошел в преисподнюю в ад. Те, кто сейчас в аду горят. Те, которые наплевали, им было все равно. Ему говорили, брат, не греши. Он грешил, хотя пошел в ад. Верующие, которые грешат, идут в ад. А вы думали, что идут на небеса? Просто потому, что они верующие? Нет. Верующий – тот, который не грешит. Тот, который, если согрешил, быстро покаялся. Потому что дьявол хитрый. Он знает, когда ты согрешил, и ходишь в депрессии, и ты так осуждаешь себя. Вот, вот, дьявол достает, короче, ствол и быстренько убивает тебя. Либо машина сбивает тебя, либо где-то что-то, чтобы ты не успел покаяться. Понимаете? Все равно нас отталкивает от греха. Мы, может быть, как по-старому хотим, но нас это отталкивает. Это инородное для нас. Почему? Новая природа, которую подарил нам Христос. Господь пришел к нам сверху вниз. Вниз, сверху вниз, чтобы поднять нас к себе наверх. Мы идем наверх. Мы даже и говорим, рождение наверху, рождение свыше, рождение наверху. Если ты там родился, у тебя все там есть. В твоих документах духовных написано, что ты ребенок Божий. Такого-то числа зарегистрирован, все. Водное окрещение ты принял. Регистрация произошла успешно. Живи наполненной жизнью Божьей. Используй веру и отвергай все нападки сатаны. Очень важно верить. Не просто внутри, в сердечке. А также активно верить. Иметь активную позицию верующего. Это не скрывать то, что ты христианин. Потому что это может дать надежду другим. И это, в принципе, дает надежду другим. То, что ты верующий. Не скрытный какой-то. А ты настоящий верующий. Ты не прячешь это. Многие получают надежду и идут к Богу. Наша цель не привести людей к нам, а привести людей к Нему. К Богу. Я так рад, когда люди приходят к Богу. Я так рад, когда люди, поверив в Иисуса, не жалеют об этом. И ты видишь, как они радуются. И ты просто счастлив. Ты понимаешь. И вообще, вообще никто и ничто ничего не заслуживал. А еще, Бог меня так благословил, что я могу еще и помогать в Божьем Царстве. Распространять Его. Итак, давайте помнить то, что наша конечная цель веры – это Сам Христос. Это наша цель. Наша цель. Это Иисус. И вы знаете, что? Любовь, как я сказал, что Иисус любил Отца безусловно. Без всяких условий. Он не ставил никаких условий. Он любил Его. Отец говорит ему, сынок, сейчас будет для тебя тест. Это крест. Это чаша. Чаша. Представьте, когда вы приходите к кому-то в гости, и вам наливают сок из черной смородины, из аронии. Спрашивают, будешь пить? Да. А будешь там виноградный сок или водичку? Такой, да. Представьте, Иисусу наливают чашу, он должен ее выпить, принять внутрь. И там, представляете, там такие грехи, как под названием гомосексуализм, педофилия, наркомания, пьянство, бесчинство, колдовство, все извращения, все, вся жестокость человеческая. И он все, все вот эти грехи, которые так сильно, знаете, прогрессируют, разлагаются, он берет. И все эти грехи, ужасные, мерзкие, вот эта жижа, это уже не сок, это жижа. И он говорит, отец, пронеси эту чашу мимо меня, я не могу эту ка купить. Я не могу. Это противоестественно. У меня уже подходят рефлексы кое-какие. Я не могу. Он сказал об этом. И тут же говорит, не моя воля, но твоя да будет. Почему? Потому что видел тебя. Он знал, ради тебя он это делает. Делая ради отца, он делал это ради тебя. Потому что отец, Бог возлюбил тебя. А как еще вернуть тебя обратно? Кто-то должен был стать расплатой. В принципе, эту чашу мы должны были распивать всю вечность. Но он выпил это все. Он выпил чашу страдания. Он стал грехом. Самым грешным человеком стал Иисус Христос. Почему? Потому что взял грехи всего мира на себя. Грехи всего мира. Начиная от Адама и заканчивая самым последним ребенком. Я, кстати, не знаю, кто это будет. Никто не знает. Кто будет последний рожденный на земле. Но однажды рождаться люди прекратятся. На небесах уже не будет родов. Иисус любил отца, безусловно. В этом для нас пример для подражания. Мы никогда не сможем полюбить человека. Потому что мы смотрим, достоин он нашей любви или нет. Он мне ничего не дает. Как я его буду любить? Я ему такие подарки делаю. А он мне ничего не делает. Я и так, и сяк. Он мне ничего не делает. Это говорится о том, что это условия низкого качества. Но когда мы делаем все, что мы делаем, мы выражаем свою любовь. Мы, кстати, не знаем, что в сердце того человека творится. Ведь так же и к нам поступил Бог. Он нам и одно, и третье, и другое. А мы ничего ему не воздаем. Просто потому, что мы перестраиваемся. Его любовь должна трансформировать нас, перестроить. И вообще мы даже еще только сейчас понимаем, что произошло на кресте. Как все было четко спланировано. И каждого в отдельности. Отец с Сыном и с Духом Святым. Они сидели и решали, а этого как спасем? Как Гришу спасем? А вот так вот. А Бориса как спасем? Бориса, вот такой план будет. И они сидели, у них глаза блестели. А Анатолия? Анатолия? Анатолия тоже. План красивый такой. И, понимаете, Бог называет имя. А вот этого как спасем? А этого вот так спасем. А вот этого, а эту как спасем? А вот так спасем. Представьте, для каждого путь. И когда Бог все спланировал четко, Он уже видит через план свой, Он видит, как ты принимаешь Его любовь, приходишь к Нему, и вместе вы радуете всю вечность. И представьте, в этот момент человек отворачивается и говорит, мне это не надо. Я в другой реальности живу. Я не глупенький и наивный. Верить в какие-то фантазии какого-то человека. Я живу реально. Вот деньги это мой Бог, это реально мне помогает. Везде зеленый свет. Все. А это что это? Из двух разбойников, распятых по обе стороны от Иисуса. Один верует, а другой отвергает. Вот дорогие люди, телезрители, кто вы сейчас смотрите? Я вас умоляю, Бог через меня просто говорит, придите сегодня. Вам ничего, Богу от вас ничего не нужно. Ему нужно, чтобы вы пришли, и Он и зальет на вас любовь. Он простит вам все грехи, смоет их. Он простит не так, что они все-таки останутся в регистре на всякий случай. А вдруг ты начудишь? Нет, из регистра даже будут удалены. И если Бог пойдет в свой регистр криминальный, заглянет туда, ничего про вас не будет. Ничего, ни одного греха. Вы-то переживаете, я знаю. Есть грехи, за которые можно переживать? Не стоит уже. Если вам это кровь Иисуса, Бог стирает все эти, удаляет, делит полный. Вы становитесь Божьим творением. И представьте, вы еще ничего для Бога не сделали. Ни одного добра. А Он уже для вас так много сделал. Для всех, для нас. Поймите, мы все были на одной шеренге. Все согрешили. Все. Это означает и священники, и пастора, и тети, и дяди, и дети. Все. Все. Все на одной линии грешники. Бог прививил к нам любовь, когда мы были еще грешниками. Умер за нас и воскрес для нас. Поэтому Пасха – это сила Святого Духа, которая воскрешает Христа из мертвых. И вместе с Ним воскрешает нас. Поэтому сегодня примите силу Святого Духа. Давайте сейчас будем молиться.